Друзья, привет! Сегодня начинаем строить вольер. Был закуплен материал. Брус 100х100, доска 25х100, также имитация бруса 16х140, также была приобретена доска 50х100 и 40х150. Вот такой вот материал был приобретен. Ну и в качестве кровли буду использовать Andulin Smart. Почему Andulin? Легкость и простота монтажа можно делать даже одному. Особенно актуально для строительств в текущем сезоне, это невысокая цена. Также Andulin бесшумный, безопасный для здоровья и универсальный, подходит для крыш любой формы. Итак, вот здесь был старый вольер. Все расчистил площадку. Буду использовать фундамент свой любимый из покрышек. Мастерскую делу, уже стоит второй год, все нормально, полет отличный. Набил щепнем, установил плитку. Сейчас нужно будет сделать обвязку из бруса, все выровнять, подложить рубероид и обработать брус антисептиком. Итак, приступил к обработке бруса. Использую антисептик и электрический краскораспылитель, пульвизатор. Таким вот способом все это обрабатываю. После того, как все обрабатываем, измерил еще раз диагонали по углам и приступил к сборке данного каркаса обвязки. Сначала хотел крепить в лапу, потом решил в последний момент, что закреплю все уголками и этого будет вполне достаточно. По углам уголки и также в центре тоже все закрепил уголками. Когда все это скрепим, приступил, подкладываю рубероид под каждый угол, но не только под угол, так же и под все плитки, что находится в фундаменте. Затем идет у нас доска 40х150, это у нас доска пола. Нарезаю сразу все в размер, длина получается 2 метра. Можно было 4 метровые, потому что вольер 2х4. Но я использовал, нарезал по 2 метра доски, все под один размер. Ну и после того, как все это нарежется, так же опять все обработал антисептиком. Каждую доску сначала с одной стороны обработал, перевернул и потом с другой. Ну и здесь решил немножко помахать молоточком, потому что, я не знаю, давно уже не махал, сейчас все шуруповертом делается. И вот таким способом забил полы. После этого устанавливаю заднюю стойку. Она у меня получается 1,80 метра, передние у меня будут 2 метра, задние 1,80 метра. Ну и накидываю балку. Крепить буду так же все с помощью саморезов, то есть уголки и саморезы. После того, как закреплю 2 края стойка, еще размещу по середине. То есть 2 метра отступаю и ставлю еще одну стойку. Я думаю, этого будет вполне достаточно, потому что у меня весь каркас, обвязка, все будет из бруса 100 на 100. Ну и вот уже я поставил передние стойки, так же их креплю на уголок. Изначально края закрепил, ну и потом середину закрепил. Затем приступил к нарезанию стропил. Тоже сразу нарезаю все под один размер с определенным углом. И так же закрепляю все на уголки. Затем еще так же эти доски будут крепиться, когда я поперечные доски буду устанавливать. Вот как вы сейчас видите, с одного торца я все это закрепил, потом с другого и так же еще сверху все это крепится. Вот как выглядит все это в итоге. Затем идет доска у нас 25 на 100. Она используется для обрешетки. Нарезаю сразу в размер. У меня длина 4 по 15 сантиметров. Еще с краю прибавляю, получается 4,30 длина. И под такой размер нарезаю сразу всю обрешетку и закидываю ее на крышу. Что касается обрешетки, у нас Andulin Smart. И первая доска крепится с торца стропил. От начала первой доски до середины второй доски 300 миллиметров. От второй доски центра до центра третьей, от третьей до центра четвертой по 250 миллиметров. Это очень важно. Для каждого Andulin своя обрешетка. Вот так все это выглядит. Ну и сейчас закидываю листы Andulin на кровлю. Как вы видите, из-за того, что он легкий, никакого труда вам это не составит. То есть все очень легко с ним работать. Крепить Andulin нужно на специальной гвозди Andulin. Также на пачке есть вся информация, в каком порядке крепить гвозди. В моем случае мы крепим сначала по углам, затем пробиваем торцы и потом уже через волну забиваем в шахматном порядке. Все это есть. Также при забивании гвоздей главное не переусердствовать. Нужно, чтобы шляпка гвоздя была чуть-чуть утоплена, но не слишком. Потому что если сильнее забивать, можешь продавить. Ну и также еще стоит учитывать, чтобы лист Andulin не выступал более 35 миллиметров. Я делаю карандашом метку и мне никакого труда это не составит сделать ровно. Ну и также выдерживает мои 100 килограмм, ничего не проминается. Вот так вот мы сделали первый ряд. Сейчас приступаем ко второму ряду. Кстати, режется Andulin по волнам довольно-таки легко с помощью обычного строительного ножа. Режу, как вы видите, спокойно, одной рукой, никакого труда не составит у вас. Поперек резать тоже довольно-таки легко. Разметку хорошо наносить. Просто берете еще один лист Andulina, прикладываете и цветной карандаш. Затем, также легко можно его нарезать в любой размер. В данном случае я использую лобзик. Также можно использовать обычную ножовку, смоченную в воде. Второй ряд листов укладывать с половины листа, чтобы на угловом стыке был нахлёст в 3, а не в 4 листа. Концевой нахлёст в данном случае 200 миллиметров. Все зависит от угла наклона кровли. То есть у меня 10-15 градусов, следовательно, концевой нахлёст 200 миллиметров. А бахковой нахлёст одна волна. Ну и вот как у нас получился в итоге. Красиво, правда? Мне тоже очень понравилось. Сделалось довольно-таки быстро и легко. Затем нарезаю в размер имитацию бруса. Он у меня 6-метровый. То есть получается 4 метра идёт у меня на одну стенку. И обрезок 2 метра идёт на другую стенку. Креплю всё с помощью нейлера и компрессора. Довольно-таки быстро всё получается. Конечно, не как раньше, всё молоточком. С помощью компрессора делается всё намного быстрее. Ну и как говорится, гвоздей тоже не жалеем. Всё забиваем на совесть. Забили большую стену. Затем приступаю к боковой стенке. Также всё креплю с помощью компрессора и нейлера. Делается довольно-таки быстро. Ну и как говорится, выходим на финишную прямую по обшивке стен. Вот что у нас получилось в итоге. Уже довольно-таки всё красиво. Также буду всё это покрывать антисептиком глубокого проникновения. Масло фасадное буду использовать и колер. Колер у меня клён. Также буду использовать дуб. Всё это торговые дома мартьянов. Ну и начал красить. Вот первая стена. Цвет, конечно, шикарный. Мне очень даже понравился. Ещё раз повторюсь, это цвет клён. Ну а обвязку всю покрашу в цвет дуб. Колер добавлял чуть побольше, поэтому вот такой вот тёмненький цвет получился. Ну и не стал я заморачиваться из профиля, варить стенку вот эту. Заказал сетку с Леруа, привезли мне. И вот сейчас всё это зашиваю. То есть взял небольшие скобы, всё это креплю таким способом. И между собой сетки скреплю хомутиками. И никуда в принципе это не денется. Держится всё довольно крепко. Единственное, сварил каркас калитки. Также на неё приварил сетку. И получилась вот такая вот дверца. Также не забыл поставить ещё и шпингалет. Ну и как говорится, подведём итоги. Строить вольера занял у меня приблизительно 4 дня, не спеша. Было потрачено в районе 20 тысяч рублей. Больше всего мне понравилось работать с кровлей, с андулином. Почему андулин, ещё раз повторюсь, это монтаж, цена, прочность. Также есть множество цветов. Красный, зелёный, коричневый, сланец. В данном случае мы с супругой решили выбрать цвет коричневый. И я об этом ни разу не пожалел. Ссылочку на андулин я оставлю внизу под описанием. Также планирую сделать утеплённую будку. И уже затем сделать новоселье для собаки. На этом всё. Оставляйте комментарии, делитесь, понравилось вам или нет. Всем пока, до новых встреч.